Всем еще раз привет! Это Ольга Чернова, моя огородная азбука. Только что я рассказывала о томатах для зимнего хранения. Сейчас буду рассказывать о перцах. Кстати, во время вот этого маленького перерыва я Кенигсберг, о котором только что рассказывала, весь съела, осталась только жопка. Вкус восхитительный! Он такой мягкий, сладкий, немножко доля кислинки, никакой белой прожилки, как вот в предыдущих я говорила у некоторых, нет ничего. Прекрасно созрел, не потерял, можно сказать, не потерял вообще своих качеств вкусовых. Но сейчас я буду говорить о перце. Вот смотрите, когда я приглашала вас на экскурсию в свой подвал, там где у меня хранятся томаты, все, почти все зрители видели, что томаты у меня хранятся вместе с перцами, перцы хранятся там же. И про томаты я подробно рассказала, какая там температура, как я их укладываю. Но почему-то после этого все равно многие пишут, вопросы задают, а как сохранить перцы зимой? Ну, я думала, что это как логически поразмыслив, люди поймут, что хранить перцы так же я храню, как томаты, в таких же условиях. Но если кто-то этого не допонял, я сейчас расскажу все сначала. Перцы укладываю на хранение так же в подвал вместе с томатами. В подвале у меня температура 8 градусов. Это позволяет сохранить его очень долго, и он не дрябнет при такой температуре. Если оставлять его дома, вот некоторые томаты оставляют и дома, они хорошо дозариваются дома, дозревают, люди их кушают. Но если мы оставляем перец дома, я вот для семян когда оставляю, он вот такой у вас будет. Он в жарких условиях теряет влагу, и он дрябнет. Конечно, его можно кушать и можно в пережарку использовать, но все равно он дряблый, и он не такой сочный. А в подвале все перчины, ну почти все, сохраняют свою свежесть очень долго. Вот смотрите, разве вы скажете, что этот перец пролежал там октябрь? Ну, октябрь и ноябрь, наверное, да, полтора месяца пролежал точно. Ну что интересно, почему-то, все, вот тут у меня, к сожалению, я занесла ящик, в котором смесь и не подписаны. Если я могу узнать, например, Мирику по ее специфической форме, вот такой, и могу узнать маленькую вот эту, где-то Бигмама у меня валяется, оранжевая, то остальные, если они конусовидные, много сортов одинаковых, вот такие формы конусовидные, то я не могу сказать, какие именно здесь сорта, поэтому будет просто общее сведение, а потом по сортам я еще раз потом спущусь в подвал и скажу вам, какие все-таки лучше хранятся, и какие приобретают свой цвет, потому что вы видите, что какие-то поспели, были все зелеными уложены, а какие-то остались такими же свежими, зелеными, как я их сняла с грядки. Вот такое впечатление, что я их вчера только сорвала, вот этот вот темный, вот только-только, видите, начинаются проблески, но это может быть и хорошо, это значит, что перец только начал созревать, и может быть он вообще долежит до Нового года. Я вот сейчас сделаю вот с этих гарнир себе к рыбе, раз я вот эту диету огородника на овощах сижу, сделаю гарнир к рыбе, а это вот по-хорошему нужно было бы спустить снова в подвал, и чтобы они там дозревали, но так как у меня в подвале и без них очень много, то эти, значит, кому-то вот сыну несет на работу, там они завтракают, обедают, вернее. Вот смотрите, что про хранение, так же как помидоры закладываю, обычно на хранение кладу только те, которые не поспели, потому что спелые я использую осенью и в заготовке, лечь, в заморозку, везде. Те, которые не поспели, которым, ну, не повезло, не хватило им лета, вот такие вот, я все уложила, у меня там видели они в ваннах, в мешках, в ящиках деревянных, перца было очень много нынче, и вот они все лежали, вот так вот они приобрели. Вот про Мирику скажу, вот поспела Мирика, очень хорошо поспела, она прям вызрела, видите, такая бордовая стала, сейчас я вам ее вскрою. Перец очень толстостенный, очень сочный, во время вот этого зимнего хранения, видите, сок аж, ну как, сочится, она не потеряла свою сочность, потому что вот, ну, такая специфика, сейчас я вам про нее прочитаю, вот у меня тоже новинка в этом году. Мирика, среднеспелый сорт, в открытом грунте, под пленочными укрытиями, растение полуштамбановое, высокой метр, в теплице метр двадцать была почти с меня, плоды томатовидные, глянцевые, с глубокими ребрами, толстостенные, массой 190-200, толщина стенок 6-8 миллиметров, мякоть нежная, сладкая, сначала она зеленая, а потом биологической спелости темно-красная. Сорт ценится за повышенную лёжкость, транспортабельность, вот видите, тут все-таки указана повышенная лёжкость, скорее всего, вот у Мирики из-за этой толстой стенки, из-за того, что она вот такая толстостенная, указывается и транспортабельность хорошая, и лёжкость повышенная, и она еще очень вкусная, ой, подождите, прям такой ярко выраженный томатный аромат, сок начала жевать, сок брызжет, ну, видите, вот сок сочится, это если учесть, что она была снята совершенно зеленой, кстати, она и сладость приобрела, мякоть сладкая, и очень запах, вот прям пахнет летом, запах такой перечный, перечный, так, это тоже Мирика, видите они какие, они были зеленые, но они все доспели, это я не знаю кто, это тоже Мирика, все, по сортам больше мне сказать нечего, про хранение храню точно так же, как с томатами, хранятся в подвале лучше, чем на улице, но особенность сортов все-таки нужно знать, потому что, вот смотрите, какие-то краснеют, какие-то не краснеют, очень хорошо у меня поспели в подвале, ну, они там, сорт Бутуз, поспел хорошо белый налив, поспел хорошо сорт Венти, вот эти, которые раннеспелые сорта, которые не успели созреть на улице, я их сорвала, они все созрели прекрасно в теплице, все, это все, что я могу сказать про зимнее хранение, потому что как-то к перцам я отношусь не так, как сказать, томаты я еще раскладываю по сортам, а эти, которые остались, я их просто все свалила, я знала, что все равно их буду резать все вперемешку, и вот самое главное, что мы должны вынести с этого видео, что перец, вот этот сладкий, он тоже очень долго хранится, он может храниться и до декабря, и до января, если они целенькие, здоровенькие, пусть они даже у вас будут не покрасневшие, вот, например, на Новый год захотите салат, пусть будут вот такие, но все равно это свежий, полезный, вкусный перец. До свидания.